Так, ну что же, дорогие друзья, мы подождали, сколько могли. Я с удовольствием приглашаю Станислава Мирина, X-Консалтинг с докладом на тему состояния и перспективы российского рынка коммерческих цодов. Добрый день, коллеги. Я еще раз представлюсь для тех, кто не был на панельной дискуссии. Меня зовут Станислав Мирин, я представляю компанию X-Консалтинг. Мы почти 15 лет работаем на рынке исследований телекома и IT. И, в общем-то, фактически с самого начала возникновения рынка коммерческих дата-центров изучаем этот рынок. То есть это порядка 10 лет. Поэтому у нас накоплены определенные данные о динамике этого рынка и можем посмотреть сейчас, как этот рынок развивается сегодня. На сегодня рынок дата-центров, вообще дата-центры, это, по сути, основа той цифровой экономики, про которую сейчас говорится. Потому что, собственно, все эти данные, которые генерятся пользователями и ходят по сетям, они все где-то обрабатываются. Это, собственно говоря, на сегодня дата-центры. Они бывают корпоративные, внутри организации, коммерческие. Мы, вот говоря о рынке коммерческих дата-центров, я дам просто кратко, что мы подразумеваем под коммерческими дата-центрами. Это не просто площадка, где, соответственно, есть инфраструктура для того, чтобы можно было хранить и обрабатывать данные. Это, собственно, компании, которые управляют этими площадками. То есть дата-центр, это, в нашем понимании сейчас, когда мы говорим про коммерческие дата-центры, это набор площадок, которые объединены единым брендом, единым управлением и единой системой продаж. Таким образом, посмотрим, то есть здесь у нас услуги, которые мы сейчас будем рассматривать. Это четыре составных части. Это колокейшн и дедикейт, это традиционные услуги, которые предоставляли дата-центры. Это облачные услуги, сопутствующие телеком-услуги и какие-то прочие услуги. Перейдем к цифрам. Что мы видим? Вот это, на самом деле, сейчас экклюзивные фактически данные, которые я вам показываю. Буквально на этой неделе мы закончили сейчас считать рынок коммерческих дата-центров по 2017 году и сделали прогноз на 2017 год. Мы видим, что динамика рынка, если даже смотреть с 2013 года, она такая, в общем-то, волнообразная. Был всплеск в 2014 году, достаточно большое количество стоек водилось относительно объема рынка. Потом был спад связанный и со спадом в целом в экономике. Собственно говоря, в этот период многие дата-центры, которые анонсировали свои площадки, они отодвигали вот этих дата-центров на более поздний срок. И вот, наконец, 2017-2018 годы, это вот те годы, на которые пришелся вот этот сдвиг. И снова мы видим рост количества стойко-мест. В 2017 году по нашим расчетам получилось 13% увеличилось число стойко-мест до 34 тысяч мест. В 2018 году почти 40 тысяч мы прогнозируем новых стоек. Далее мы пока не видим вот таких большого количества площадок, которые бы были в стадии проектирования и строительства. Поэтому на сегодня мы прогнозируем некий спад, вернее, уменьшение темпов роста рынка до 10 примерно процентов. И таким образом у нас на последние 5 лет средние темпы роста будут порядка 11%. Если мы говорим вот не под общую вот эту массу сотов, а разобьем их на 3 такие большие группы, то увидим, что самый такой быстро растущий сегмент – это те соты, которые сертифицируются по ТИР-3, и Optime Institute, и вот эта популярность вот этого сертификата на сегодня достаточно быстро растет, и качественные стойки вводятся значительно быстрее, чем стойки в цодах, которые качественные, но не проводят сертификацию. И вот эта серая, внизу у нас такая серая зона, где-то примерно больше даже, чем четверть рынка, те цоды, которые, в общем-то, называют трэшовые, по-разному называют, то есть те, которые, в общем-то, по сути, не удовлетворяют основным требованиям для цодов. 23% рост количества стоек в 2017 году среди большой массы цодов, достаточно хороших, качественных, но которые не прошли сертификацию, и более 30%, 31% рост количества стоек в 2017 году тех, кто прошел такую сертификацию. В 2018 году мы прогнозируем еще более быстрый рост вот этой верхней части таких наиболее качественных цодов. Если посмотреть на утилизацию стойкой мест, то видно, что она незначительно падает, но это, понятно, связано с тем, что в последние годы активно вводятся новые стойкой места, но в то же время спрос, он, в общем-то, более-менее постоянный, поэтому в связи с этим ростом произошло уменьшение уровня утилизации. Ну, она где-то находится, вот для качественных цодов, она находится где-то в районе 20, вернее, 80%, то есть 20, примерно, процентов свободных стойкой мест у нас есть. При этом вот хочется заметить, что доходность со стойки, несмотря на то, что на рынке увеличивается количество предложения, доходность со стойки фактически не падает, цена на стойку не падает. По сравнению с тем, что было в 2014, например, году. Здесь, на этом графике, мы видим топ-16 поставщиков услуг цод, крупнейшие цоды в России. На первом месте Ростелеком. После того, как он приобрел SafeDat, он стал самым крупным цодом, и, в общем-то, активнее других, пожалуй, здесь проявлять большую активность на рынке услуг коммерческих дата-центров. Dataline на втором месте, Datapro, Selectel и так далее. Здесь рейтинг этот построен по уровню прогноза на конец 2018 года. Если мы посмотрим конец 2017 года, там будут части изменений, там, например, Stack Telecom поднимется, наоборот, Accelerate будет меньше. Но, в общем-то, мы смотрим немножко вперед, поэтому рейтинг сегодня такой. Если сравнивать российский рынок с мировым рынком, то, вот коллеги сегодня говорили, что мы опаздываем лет на пять, ну, может быть, может быть немножко меньше. Мы видим, что темпы роста в России и рынка цодов, имеется в виду колокейшн, и рынка облаков, значительно выше, где-то примерно на 5-7% пунктов, чем соответствующие рынки растут в мире в целом. Ну, вот, возможно, это, собственно, тот эффект, что мы немножко запаздываем, и, собственно, уровень базы наши ниже, уровень проникновения услуг ниже, поэтому темпы роста, соответственно, выше получаются. На российском рынке ИАС, если посмотреть, то интересная особенность, более 60% всего рынка услуг, облачных услуг ИАС предоставляются цодами именно, то есть не независимыми провайдерами, а теми ИАС-провайдерами, которые имеют собственные дата-центры. Мы сейчас, это данные предварительные, в общем-то даже, но тут еще 16-17 год оценки, мы сейчас готовим окончательные данные, они будут где-то в середине сентября. Какие вообще тренды мы видим на рынке? Ну, вот, прежде всего, это движение в облака, собственно говоря, это демонстрирует предыдущий слайд, показывающий, что доля облачных услуг, во-первых, и цоды в облаках занимают достаточно большую долю, и все время растет доля облачных услуг среди общего объема услуг, которые предоставляют коммерческие дата-центры. Вот я сегодня говорил на панельной дискуссии, что какова причина использования ИАС, быстрое развертывание системы, это самая важная причина, почему компании идут именно в облака. А вот, допустим, параметр «выгодно» находится уже там, где-то в середине этого списка. Рынок облачных услуг, в общем-то, становится неким таким стандартной услугой, дженериком, и на этот рынок мы видим сейчас активно выходят телеком-операторы, то есть крупные компании, они очень долго как-то присматривались к этому рынку, но вот в этом году практически все. Ростелеком давно уже работала, а Билайн, МТС, Мегафон, они долго как-то присматривались, и вот в этом году все запустили свои облачные решения в области ИАС. Второй тренд на рынке цодов коммерческих – это акселерация стоек. Мы видим, что и растет высота этих стоек, она не быстро, этот процесс происходит, но тем не менее он заметен, и растет мощность этих стоек. Можно потом, да? Вот. И если несколько, там, 5 лет назад 3 киловатта – это была средняя мощность стойки, то есть сегодня это уже 5 и 7 бывает и так далее. Мы уже на том, на графике прироста стоек видно было, ну, не совсем, вот я здесь сейчас выделил специально активность игроков на рынке в 2018 году. Мы ожидаем, что в этом году где-то 4,5 тысячи стоек придет на рынок. Здесь лидер, получается, компания Accelerate, более тысячи стоек, Ростелеком 800, запущена площадка Гринбуша, вот планируется выход DataPro, тоже запущен уже авантаж и так далее. Переизбыток предложений есть, но, как я говорил, он на ценах, в общем-то, сказывается пока незначительно. А модульность на рынке дата-центров, то это тоже такой факт. Это нельзя сказать, что это тренд вот прям последнего года, это процесс, который растянут во времени, но, тем не менее, его можно заметить. Все больше и чаще используются именно модульные решения. Они позволяют владельцам СОДов больше сосредотачиваться не на том, как построить СОД, а на том, как продать эти услуги, как их организовать, а уже, собственно говоря, построение и организацию СОДа, инсталляцию, это все отдается профессионалам и готовым решениям. Постепенно понижается ПУЭ, тем самым растет уровень экономичности. Соответственно, здесь сказывается и то, что используется более эффективная планировка площадей, архитектура, кондиционирование и так далее. Часто локация выбирается определенная. Соответственно, это позволяет увеличить эффективность работы дата-центра и оказывать более конкурентные цены. В этом году, как никогда, был заметен уже этот процесс майнинга. До долгих годов СОДы не признавались в том, что они вообще что-либо делают на этом рынке. В этом году, так, нехотя многие говорят, ну да, предоставляем услуги майнерам. Ну, в общем, как-то стесняются этого по-прежнему. Но на самом деле понятно, почему. Потому что все-таки на сегодня многие эти майнеры, они оказываются, так вот скажем, на грани. Законодательно эта услуга никак не оформлена. Она вроде бы не запрещена, но понятия такого у нас нет. И, в общем-то, многие дата-центры сдают неохота вот эту услугу. У нас сегодня существует вообще целый пласт ферм майнинговых. Опять же, мы попытались их проанкетировать. Практически на контакт никто не идет. В общем-то, это пока такая серая такая зона вот этого рынка. Но, тем не менее, мы вот оцениваем ее на сегодня где-то около 10% среди топов рынка облачных услуг. И более там, ну, почти там 20-30% от вот этих серой зоны, вот где-то где второй эшелон. Посмотрим, что там будет. Там ряд ожидается законодательных актов в этом году. Возможно, что это как-то подстегнет развитие рынка. И последний тренд, на который я хотел бы обратить внимание, это цифровизация и создание гособлака, программы цифровой экономики. Ее запуск намечается в 2019 году. В общем-то, про гособлако говорят, на самом деле, достаточно давно. Но, опять же, до сих пор нет законодательно никак не оформлено это гособлако. И пока этого не будет, ну, вот, мне говорят, как мы не можем сертифицировать, ну, нужно его сертифицировать. Мы не можем сертифицировать то, чего нет. А если законодательно не закреплено какое-то решение, то его как бы в природе вроде как не существует. Поэтому мы ждем, что будут соответствующие решения правительственные, и после них, законодательно вернее, и после этого гособлако будет достаточно быстро развиваться. В какой-то степени оно подстегнет, скорее всего, вообще развитие рынка в целом, потому что понятно, что госструктуры туда будут вынуждены быстро мигрировать. Ну, и за ними след те, кто долго думал идти, не идти в облака, я думаю, что тоже пойдут. Ну, вот, в целом, я рассказал там про основную динамику рынка. Дорогие друзья, есть ли у кого-то вопросы? Да, был вопрос, да. Да, конечно. Ну, да, ну… Ну, я куда-то назад пошел сейчас. Ну, я спросил, я спросил, я спросил, это… Что тебе надо сказать? Какие шашки? По ПУЕ, там, БЛЭЙДи и так далее. Вы пишете, что, значит, БЛЭЙДи ведут сейчас к ПУЕ, мы наблюдаем повсеместный отказ от ПЛЭЙДи. И переход на стоечный сервер, гиперконвергенцию, там, любых решений. Что мы еще наблюдаем интересного? Ну, мы наблюдаем, вот, поговорили, среднее энергопотребление 3 кВт. 3 кВт – это не стойка, я не знаю, что туда можно включить. Если в стойке 8 кВт, там, занимается 10 юнит от места, и вот увеличение с 42 до 48, до 50, оно тоже не имеет никакого смысла, тогда ничего включать, она стоит в пустах. Если у вас какая-то аналитика по тому, сколько кВт не условно потребляется, а сколько кВт предлагается на стойке? Современная нормальная нагруженная стойка с фиртуализацией, с БЛЭЙДами, совсем 20-25 кВт просто где-то совершенно без проблем. А так можно, конечно, с этими стойками внедрять по 3 кВт, они не стоят. По поводу роста стоек, на самом деле мы проводили в прошлом году исследование рынка стоек именно. И вот это были результаты нашего исследования. То есть нам продавцы стоек говорили, что да, все чаще заказы поступают на более высокие стойки. На самом деле, да, здесь есть, конечно, некая противоречия, потому что если у нас увеличивается энерговооруженность отдельных серверов, то есть концентрация по мощности растет, то вроде бы как и не нужен этот рост. Но, тем не менее, факт такой остается. Я сейчас не готов прокомментировать, почему именно так происходит, но он и есть. А что касается мощности, ну, 3 кВт, я говорил, что это было давно уже достаточно, это там 5 лет назад была средняя мощность. Мы проводим такие исследования, речь идет про 3-5 кВт, и чаще всего это стойки в корпоративном сегменте. Там уровень загрузки, во-первых, вообще намного меньше, чем в коммерческих дата-центрах. Понятно, что там не считают так эффективно загрузку. На них есть площадь, там есть стойки, они там полупустые стоят, но стоят и стоят. Понятно, что в коммерческом дата-центре там уже считают, что надо платить за аренду стойки. Понятно, что ее начинают набивать более плотно. Ну, про 25-киловаттные стойки, на самом деле, не знаю, это достаточно редкий, по-моему, на сегодня случай. То есть есть, конечно, какие-то решения, какие-то проекты, где такие используют, но в целом по рынку, если смотреть, то таких цифр нет. Можно взять, посмотреть, разбить, собственно говоря, мощности цодов на количество стоек, мы там получим цифру порядка 5-киловатт на стойку. В общем, из-за того, что я видел подробное количество проектов, которые кое-как у сода выбивали 8 кВт, после чего подоставили автоплодик корнила, и дальше стойка оставалась пустой, было занято 10 минут, потому что энергии больше не было на этой стойке. Причем коммерческие, если я не ошибаюсь, то по-моему, если ошибаюсь, то по-моему, и особенно если 10 киталайм присутствует. Считается мощность, которую подают на стойку, не по энергопотреблению, а просто по сумме блоков питания, с учетом того, что они там сдвоены. Вот умножим все блоки питания на 52 кВт, на этом закончили. То, что он потребляет чили, это тоже интересный момент. И стоит пустая стойка 4 кВт, потребляет, заявлено, как бы, 51 кВт. Ну, здесь возможно, что вот такие случаи, когда чего-то не хватило, оно как-то явно проявляется, про него все говорят, поэтому они на слуху, а когда, ну, там заявили 4 кВт, все поставили, все хорошо, про них никто не говорит, ничего не известно, поэтому, ну, как бы, они остаются вот вне поля зрения, поэтому, возможно, что вот такие пики такие, они заметны, поэтому вот кажется, что это так. Ну, вот, в целом, по рынку мы видим пока вот так картинку, как я рассказал. Ну, можно, как вариант, ну, да, ну. Ну, рост просто, рост этот наблюдается, он вот среди продавцов, а нам говорили это продавцы, то есть вот тот слайд был именно от продавцов. А мы как-то стремились в этом направлении, да, у нас просто идет. Спасибо.